Центральная кольцевая автомобильная развязка города Инза за последние несколько лет стала достопримечательностью регионального масштаба. Рядом с символом города паровозом Барышская епархия построила кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. А неподалеку местные молодежные активисты разбили сквер под названием «Уголок для души». Сейчас он служит местом для влюбленных, которые сразу после ЗАГСа или Венчания приходят сюда сделать первое брачное фото. В этом году в ансамбль сквера добавили памятник святым благоверным Петру и Февронии. Сразу после праздничной литургии, в день поминовения этих святых, памятник был освящен. Освящается образцей, окроплением воды священной. Они так сильно любили друг друга, что никогда не оставляли друг друга в каких-то заботах, скорбях и несчастьях всегда были рядом. В руках у Петра и Февронии голуби, как символ любви, верности и мира. Время правления этих святых на Муромской земле считается золотым периодом благоденствия и достатка. И кстати, этот памятник не единственный крупный объект в этом сквере. Совсем скоро в уголке для души появится детская игровая площадка. Как отмечают представители местной администрации, на средство которой и был поставлен памятник. Сделано многое, но предстоит сделать еще больше. Нужно было проделать большую-большую работу, нужно было получить одобрение граждан. И в общем-то эта большая работа была проделана. Здесь были областные деньги, деньги муниципальные и деньги ваши, граждан. 645 тысяч было собрано в части софинансирования. Уже вечером состоялась праздничная церемония открытия памятника. На торжество приехал временно исполняющий обязанности губернатор Ульяновской области Алексей Русских и глава администрации района Александр Макаров. Встречали их епископ Барышский Инзинский Филарет и ключарь Богородица Рождественского собора и романах Тихон. Местные творческие коллективы подготовили небольшой концерт. От чести открыть памятник выпало семье Жарковых. Валерий Миронович и Раиса Егоровна больше полувека вместе. Их жизнь как пример для молодых. Спасибо, что проявили свою гражданскую позицию и помогли нам не только создать это красивое и комфортное место для семейного досуга и отдыха, но и придать ему особый сакральный смысл. Глава региона наградил несколько индзинских семей знаком губернатора Ульяновской области «Семья, любовь, верность». Все они долгие годы вместе, а посыл от владыки Филарета. Семья – это наивысшая благодать Божия. Поэтому хочется вам пожелать радости, праздник любви, верности. Ну и молитесь, потому что семья, еще раз повторяю, благословение Божие. А если обрели хорошую семью, значит есть у вас шанс быть с Богом. После торжественного открытия владыка Филарет и отец Тихон пригласили Алексея Русских в собор. Главу региона поразил масштаб и внутренняя роспись храма. А главное, как отметил отец Тихон, тут всегда легко дышится и служится. Дмитрий Гурин, ведя студию Барышской епархии специально для Улправда. ТВ.